12-й дом на улице Котельникова был сдан еще в 1974 году. С тех пор придомовая дорога капитально не ремонтировалась ни разу. А теперь здесь вовсю идут работы по обновлению асфальтобетонного покрытия. Губернаторская программа «Тысяча дворов» продемонстрировала индивидуальный и внимательный подход к каждому отдельному случаю. Сумма была ограничена, и нам администрация города помогла, чтобы увеличить для требуемой сметы размер финансирования. И в результате мы смогли учесть много таких нюансов, которые здесь необходимы именно для нашего двора. Это, например, расширение парковочной зоны. Ремонт в рамках проекта «Тысяча дворов» уже завершился по 35 адресам. Еще по 11 ведется финальный этап. Подрядчики готовят документы для сдачи выполненных работ. Сейчас помимо Котельникова ремонтируют, например, и придомовую территорию Ножигура-42. Местные жители были особенно рады появлению рабочих на своей улице. Молодцы ребята. Прямо мне радостно. Даже радостно за людей. Люди идут и довольны. Все говорят, вот у вас двор такой хороший будет. Мы сняли старое асфальтобетонное покрытие, бордюры, выставили новую линеечку с двух сторон, расширили парковочные места для автомобилистов. И при наступлении благоприятных погодных условий будем производить асфальтирование придомовой территории. Как рассказывают специалисты, по каждому адресу, где жители проголосовали за асфальтирование, были направлены субсидии свыше 1 миллиона рублей. Однако не всегда получается уложиться в выделенную сумму. Чтобы благоустройство было комплексным, а асфальтирование не прерывалось на середине придомовой дороги, по распоряжению главы Владивостока были изысканы дополнительные средства в размере 20 миллионов рублей. Их направили дворам дополнительно. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.